Финансовую пирамиду очень легко попасть. С каждым годом этот вид мошенничества набирает обороты, а жертв становится все больше. Департамент экономических расследований Акмолинской области проводит ряд работ по выявлению финансовых пирамид и мошенников. В этом году в отношении финансовых пирамид по области было возбуждено 4 уголовных дела. Департамент экономических расследований остановил деятельность пирамид Чайтай, С-Групп и Эулус. Также двух организаторов пирамиды QNET приговорили к пяти годам лишения свободы. С 2021 года пирамида Синсер Системс Групп ЛТД привлекала граждан к вступлению и незаконно собрала с жителей области около пяти миллионов тенге. Сейчас выясняется фактический объём пострадавших и причинённых убытков. «Было привлечено ими, то есть нами установлено 40 потерпевших, порядка 40 миллионов ими было привлечено средств». Лидеры указанной пирамиды активно привлекали в свои деятельности, в основном вкладчиками явились лица в возрасте от 21 до 25 лет, завлекали их большими заработками. Для поступления требовалось всего лишь купить карту путешественника, ювелирные изделия, часы. При проведении же расследования установлено, что активные участники пирамиды обещали гарантированный заработок новым вкладчикам в течение полугода в размере 6-7 миллионов тенге. Сегодня во всех образовательных учреждениях региона и трудовых коллективах проводятся лекционные занятия на тему финансовой безопасности. «В настоящее время департаментом расследуется три уголовных дела. Общее число вкладчиков составляет 221 лицо на общую сумму порядка 265 миллионов тенге. Нами также проводится превентивная работа в части блокирования интернет-ресурсов, мониторинга социальных сетей. С начала года в системе «Кибернадзор» внесены ссылки на блокировку противоправных контентов с признаками финансовых пирамид в количестве 766 единиц». Финансовая грамотность – важная часть жизни каждого гражданина. По мнению специалистов, обществу необходимо осваивать данную дисциплину, чтобы не попасть в ловушку мошенников.